девочки какие розы красивые обалденные вот это такой пудровый цвет очень красивый и фуксия он даже не фуксия девчонки это темный темный роз розовый цвет темный а вот эти прям такие пудровые-пудровые красота какая и как они хорошо смотрятся здесь прям со всех сторон со всего обзора вообще из коридора из комнаты отовсюду видно вот что значит остров и со всех сторон кухни видно красота красивая причем вот эти вот розовый темный роз они так ароматно пахнут посветлее которые они менее ароматны а вот именно вот эти розовые они прям ароматные ароматные а Девочки, я вам уже показывала. Я хочу сварить морс, я вам уже показывала, я морс варю от обратного, то есть не как обычно, вот моя мама варит, сначала вот эти все ягодки варит, а потом через сито процеживает. Нет, я все это упростила, я сразу делаю это в блендере и сразу уже вот эту вот кашицу выливаю в кастрюлю и заливаю воды сколько мне нужно. Первую партию я уже вылила и тут вторая, это классно хрустит, как снежок. Видите, мне его уже и процеживать, можно процеживать, кстати, можно не процеживать, но я процеживаю, все равно я процеживаю. Сейчас я попробую на сахар сразу, добавлю, если что, сахар и все остынет и потом по графинам и в холодильник. Девочки, все попробовала на сахар, вот на вот эту большую кастрюлю я положила 10 ложечек. Все, я больше класть не буду, потому что мы сладкое не любим очень, а вот кисло-сладенький, тем более сейчас погода такая, что нужно витамины, зачем забивать все это с сахаром. А вот так вот 10 ложечек это вполне достаточно, ну для нас. Конечно, кто любит послаще, тому надо побольше, может быть там 13 положить ложек, не знаю. Но мы сладкое, именно чтобы вот, как сладкие соки, сладкие вот что-то такое вот питьевое мы не любим. Девочки, сейчас закипит и я выключу, то есть я не буду, чтобы оно стояло, кипело и выпаривались витамины, нет. Закипит, выключаю, остынет, потом процежу и перелью уже по графинам. И все, то есть я не кипячу, не варю вернее. Девочки, я брала я 907 грамм ягодок, ну 900 грамм и 4 литра воды, бутылку большую, вот 4 литра воды. Все, и вы видели, да, сам процесс, я вам уже показала. Смотрите, кто у меня там стоит, прячется. На кофейку заехали, где мой профи, это мой или это? Твой большой, мой половинчатый. Несторожнее всем. У нее так розы вкусно пахнут. Да, вот эти, вот, а я говорила, вот эти вот кремовые не особо пахнут, а те прям, да, очень розовые пахнут. И вот мне то, что в той коробочке, мне тоже очень интересует. А я сейчас тебе дам, бери. Это ты о чем? Я уже полазила. Это ты о чем? А, доставай, конечно. Там конфетки бельгийские, а это печенюшки. Давай, давай, бери. Мы же с тобой сладкое любим, сладкоежки. Да, да. Девчули, ну что, не успела я приехать. А у меня тут очередные сюрпризы, очередные приглашения, очередное путешествие, скажем так, да, намечается, да? Ну, как бы приглашают. Не знаю, посмотрю, смотря какие будут планы. У меня машинка пропикала, постиралась. Приглашение на два человека на четыре ночи действует с сегодняшнего дня, ну, грубо говоря, как прислали, прислали ранее чуть-чуть, и по 29 декабря. Компания Hardrock. Отель Hardrock. Всемирно известный, да, эта цепочка есть везде во всем мире. И в Доминикане, и везде, везде, везде. И они нам дают это приглашение на два человека на четыре дня. Либо мы можем приехать в этот Hardrock в Тампу, либо во Флориду, Голливуд. Вот так. Сюрпризики. Приезжаю, а тут сюрпризики, сюрпризики. Приятненькие. Ну, приятно. Ну, не знаю, поедем или не поедем. Как бы, ну, Hardrock мне нравится. Ну, я очень люблю эту цепочку. Сейчас вот этот вот Hardrock строят у нас в Лас-Вегасе, и он открывается в 27-м году. Ну, я знаю, что они пригласят, приглашут, хотела сказать, пригласят на открытие отеля. Это будет приглашение обязательно, это я знаю. И потом также будут пригласительные уже, чтобы остаться у них, посмотреть, что за отель, какой отель и так далее. Ну, в общем, приятные сюрпризики продолжаются. Девочки, ну и также прислала компания MGM Belagio уже новогоднее приглашение на два человека встретить Новый год у них Belagio с компанией MGM. Там будет 500 человек народу. Очень уникальные у них новогодние программы идут. Вот огромный зал, шампанское льется просто, вы знаете, как, вот так вот они ставят фужер на фужер, как, вы знаете, вот, ну, вот, как вот принято, да, вот так вот на треугольник разливают шампанское. И шампанское на, ну, я не знаю, как будет в этом году, но два года назад там было на потолке, ну, как бы на куполе, да, работали даже воздушные гимнасты. Ну, то есть это вообще грандиозно, очень-очень-очень классно. Поэтому посмотрим, может быть, мы примем, может быть, мы будем дома. И точно так же новогодний праздник мы отметим из компании Belagio. Девочки, предыдущее приглашение, которое у нас было от компании Belagio, это был два билета на концерт Тони Брэкстон. Помните, я вам показывала, говорила, угадайте, что же нам прислал мою молодость, да, а Тони Брэкстон, это с моей молодости, я помню ее песни. В общем, мы ходили на концерт Тони Брэкстон, но снимать категорически нельзя, штраф 500 долларов, охраны камеры были просто кругом. Но концерт этот Тони Брэкстон можно посмотреть, вот который был именно, проходил в Лас-Вегасе, он уже выложен, есть профессиональные съемки, снимались в Инстаграме. Не в моем, а именно Лас-Веговский Инстаграм, который по концертам, и там уже Тони Брэкстон есть, но снимать категорически запрещено. Чуть включаешь телефон, сразу на тебя охрана наводит, они же подходить не могут, и у них, значит, вот такая вот пипка, как бы, да, и сразу на тебя наводят лазером красненьким, что, ну, выключить телефон. То есть ты понимаешь, что снимать вообще нельзя, потому что два замечания и сразу штраф. Там даже было объявление, ну, спереди, спереди, когда вот заходим в зал. Поэтому Тони Брэкстон снять я не смогла, потому что охраны было, security очень много, практически на каждом шагу они стояли. И еще получилось, я налила в банку, поставила в холодильник, и два графина. Третьего графина у меня просто нет. Вот, в общем, получилось, ну, три графина. Девочки, ну что, будем с вами красить голову, волосы. Вот сейчас чем я займусь. Девочки, из разнообразия красок я взяла 10V и 10A. Девочки, добавила 107 мг на вот, ну, получилось по составу здесь тюбик краски и 100 мг, как его называют? Вот, ну, ремовер или как его называют, я уже забыла, господи. Ну, короче, поняли, вот это вот, штучки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова